Привет, друзья! Почему я люблю мастихинь? Сейчас расскажу, в чем заключается мой авторский стиль. Но прежде я хочу сказать, если вы найдете свой стиль в чем-либо, ну, например, в пении, в рисовании, в какой-то деятельности, в любой работе, если найдете именно свой стиль, вы сразу начинаете, производя эту деятельность, чувствовать такой критерий, это ощущение гармонии. Вот я, например, когда рисую, я беру мастихин, потому что я по своей структуре личности такой разбросанный, такой вроде бы, вот этот хаос во мне. И в то же время у меня вот эта гармония, которая приводит этот хаос в порядок. Критерий такой, внутренний бессознательный редактор. И когда я беру мастихин, вы представляете, что было бы, если бы я взял кисточку тоненькую и вырисовывал бы все эти интонации часами, все время входя в эти детали и теряя картину в целом, а когда я беру мастихин, это мой стиль, авторский стиль, я свободно мажу, как хочу, я раскладываю краски линиями такими, линиями, не комочками, а линиями. Ну вот белая, желтая, розовая, темнее, 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 чтобы потом не искать, где чего. И мастихин, раз, сюда, два, и мазну, и там сразу много интонаций появляется. И гармония, вот я сделал летящий велосипедист. Ну тут я еще сделаю, там ротик надо сделать, это вы мне подскажете сейчас. У нас же урок коллективного разума. Чем больше вы мне пишите комментов, тем, во-первых, мы больше продвигаем нашу школу. Во-вторых, вы научаетесь вместе со мной формулировать мысли, подсказывать, входить в эту область искусства, например. А на этом примере я буду потом рассказывать и другие виды деятельности, для спорта, для писания стихов и так далее. Там тоже все зависит от того, в каком стиле вы это делаете. Вот я как-то говорил, что когда все пели громко, пели громко, то был певец, который не мог громко петь. А потом он нашел свой стиль и стал петь тихо, и стал неповторимым. Жой Досен, кажется. Да, главное найти свой стиль, авторский. Так вот, почему я люблю мастихин. Когда я вот это делаю, одновременно сразу появляется много интонаций, я прям беру мастихином, широкими мазками. А потом, когда появилась гармония в том образе, который я хотел выразить, Я включаю у себя редактора. Знаете почему? Потому что, когда слишком пестрая картина, тоже теряется немножко. И хочется привести именно в такой более порядок, такой более конкретный, который любят женщин, чтобы все было правильно, чтобы колеса не были разные, кривые, там, чтобы не цепляло это глаз, как соринка. Я включаю у себя редактор, женский взгляд. Я смотрю, ну где бы здесь поправить теперь кисточкой? Где бы теперь поправить так, чтобы все было аккуратненько? Я поправлю. Да, и тогда получаются такие хорошие произведения. Я вот так вот рисую. Я просто вам хотел сказать, почему я люблю мастихин. А мой сын Олен, он рисует кисточкой, потому что у него другой характер. Да, он в маму пошел, в Татьяну. Очень конкретный, точный, но при этом большой юморист. Да, я его приглашу в следующий раз, чтобы он показал свои картины. Он тоже член Союза художников, как и я. Я же вам как-то рассказывал в одном из роликов, что когда я начал рисовать, я же не умел рисовать, я никогда этому не учился. Просто любил в детстве рисовать так вот, ну на промокашках в школе, там тетрадки. А так я не знал, что я буду художником. Я даже и не предполагал. А когда я делал упражнение ключа, вышел на это состояние, в котором размечтался, что буду художником, что все будут дивиться, какое я диво сотворил. И вдруг в этот момент почувствовал, что у меня блог исчез. Хочешь, рисуй. Такое ощущение возникло. То есть я перешел барьер. Снял блог. Да, и сказал своему сыну, наверное, давай через год выставку сделаем. Он же мне тогда и сказал, папа, мы же рисовать не умеем. А через год сделали выставку. Да, вот интересно, правда? Это и есть авторский стиль. А вот он скрупулезный такой. Ну и юморист при этом. Удивительно, он иногда шутки говорит такие. Я ему говорю, слушай, Олен, погода изменилась. Он говорит, однако. Да. Привет вам передает. Я ему уже сказал, чтобы картины готовил, чтобы показал в следующий раз. Мы вместе с ним выступим. До встречи, друзья. Да. Да.